неплохо а света да действительно но выпадает вот видно вообще блин хвала первому хозяину как теперь быть и на что воздействует кротятся бордюрная болезнь сразу можно видеть кто где нарушал вот какому-то шрусу сейчас посмотрим скоро будет все здесь должно быть удивление на глазах слышите вот этот хруст еще зайдете мы карту напишем через буквально уже пару минут должен приехать автомобиль volvo x60 машина 13 года хотя 14 модельный год в общем чего мы имеем про автомобиль мы имеем богатую сервисную историю то есть мы понимаем что вот с первого дня и практически до конца этот автомобиль обслуживался на дилерском центре и даже вот любой чих пук вот даже замена болтов гаек все происходило именно на сервисном центре машина продается значит изначально как не битая не крашеная при первом звонке наш заказчик выяснил что автомобиль имеет косметический подкрас нескольких элементов по факту мы знаем что в восемнадцатом году у этой машины был ремонт на 70 с хвостиком тысяч гривен на 70 были заменены задние двери ремонтированы передние правы ремонтирован порог так вот насколько она все отремонтировано и насколько хорош этот автомобиль именно вот эту тему нужно сегодня выяснить машина уже приехала я пошел визуально вот меня интересует вот здесь вот моменты вот здесь вот моменты так ну проем не крашеный уже хорошо это все с завода и ремонта здесь как такового вообще никакого не видно но она действительно вся к боковине целая то есть тут какой-то скользящий удар был и действительно на машину денег не жалели хочу у нас за пробег 168 кстати пробег с базой сходится так визуально неплохо так значит по честно скажу вот найти такого порядочного парня который сразу сходу говорит что здесь менее на двери хотя изначально чем говорил подкрашено он честно сказал что двери на двери именены поэтому как теперь как теперь быть и на что воздействует ладно посмотрим крашеные лишь только вот эти вот элементы пластиковые ну такое бампер чухнутый но бампер не ржавеет вот здесь вот с этой стороны точно будет шпаклевка вот видите момент где она была придавлена на какой-то боковой этот имела ну сказал правду и значит будет дружить с парнем нам кстати надо икси 70 а из цвета да действительно она выпадает вот видно вот эта та часть которая пошла под ремонт и и не меняли сейчас я быстро еще с той стороны гляну так то в принципе хорошо мне даже все нравится ну подушка здесь все нормально с ней она как минимум заводские метки на ней есть видно что ее мацали как минимум но она не восстановлена она заводская так здесь как и заявлено есть шпаклевка по краю крыла скорее всего вот вот так пришелся ударчики и для того чтобы не менять крыло здесь наложили до полутора миллиметров шпаклевки вот полтора миллиметра ну как бы с учетом того что это было два года назад это был восемнадцатый год так здесь 128 130 контрольные по стойке 107 119 и пошли по дверям разных местах в общем-то как и заявлено в принципе просто крашена но вот здесь вот будет момент вот здесь будет шпаклевка да вот полтора миллиметра вроде бы немного вытянули сделали но если пойти по этой то будет здесь на места простреливают до 2 а так вот стабильно царапина идет миллиметр полтора шпаклевки но это только вот здесь если поднять чуть чуть выше то в общем то все целое я показываю что шпаклевка есть только вот в этом месте вот 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 здесь она есть местами там до двух миллиметров но редко а дальше вот общая площадь двери до слой вторичной покраски но здесь вот здесь уже шпаклевку но опять-таки этого никто не скрывал тут как бы и крыть особо нечем поэтому 72 72 пока все неплохо так для осмотра дальше я сейчас зафиксирую 132 пластик торможу по центру 138 136 123 как редко на нашем пути встречаются порядочные люди те которые сразу рассказывают историю то как она есть а он почему-то говорит что мы его не любим обидно что стекло зацарапаны но смысле лобовое его просто поменять она с обогревом это весело стоит мелкие царапины да ну ему же уже много лет я свое целое поменял на пробеге было что-то чуть больше или около 300 ну хоть volvo легко корректируется пробег на везде он как минимум есть и судя по ошибкам которые есть они и мне два дня я сейчас вижу что все нормально то есть эти ошибки в истории было замечено что какой-то был глюк с подъемником но это это окей нормально сергей викторович раз ты шаришься засунь свои жало под капот посмотреть дети учить счет дешу сопливит мы имеем что там крашеная правая сторона в виде того чтобы она была грубо говоря борт автомобиля он прочухан по официальной истории переднее левое передняя правая дверь красилась задняя правая дверь и менялась и красилась а по факту мы понимаем что задняя правая дверь она ремонтировалась она даже не отнималась от автомобиля вот ее сделали но это делается с целью выдать страховую тогда еще можно было это 2018 год вот тогда просто со страховой сбили денег на лишнюю запчасти запустили и в ремонт так раньше делали часто наверняка сейчас делают так тоже я уже не от этого отошел суть не в этом короче сейчас будем смотреть если у него вытекают ли выхлопные картерные газы и мою тыкаешь ты вонючка бескатализаторная вот течет у него вернее выдавливает у него что-то систему охлаждения или нет вот эту тему мы сейчас узнаем так это уже он еще целенькая вот он еще не протекает чтобы не говорили что я залил бушной жидкости у нас кстати был недавно развод такой не знаю выпустим видео или нет когда парню сказали о том что у него протекает пропускает прокладка головки блока промерили вот такой штук жидкостью но слегка бушной и получился легкий такой диссонанс получился короче получилось то что получилось получилось то что он приехал к нам с претензией а вы потом посмотрели померили ничего не не течет заливаем свежую новенькую синего цвета вот если вот эта жидкость она уже хотя бы слегка зеленая ее использовать не нужно хотя действительно эта жидкость многоразовая но можно использовать не безграничное количество раз а лишь только несколько поэтому поэтому будем ее использовать один раз а второй раз она вытекает в никуда но имеется ввиду вот сюда она собирается и потом все эти вещи утилизируются относительно автомобиля честно скажу я думал мы его завернем хотя по факту вот очень редко бывают такие моменты когда попадаются люди которые перепродают автомобиль а именно с таким человеком общались который автомобиль купил его починил то есть он отремонтировал рулевую рейку он туда купил зимнюю резину он вложил в него денег и он этот автомобиль продает и я не помню за сколько месяцев но это первый человек который откровенно рассказал все что он знает про весь автомобиль еще в дупле видно хорошо в дупле когда меняйте зима лето то развал нужно делать миша разные ситуации в жизни бывают и вот проверить момент вообще в плоскости ли стоят колеса и сам развал исхождения вот это вот реально важно это делали часто это значит что были косяки это значит что это вообще в принципе хорошо это что у него были радиаторы это вот вообще блин хвала первому хозяину что он это и как бы мне вот со своей толстой жопой сюда залезть достать до педали тормоза и всегда крутятся вот здесь взят не совсем правильный ракурс проверки системы халдекс то есть у нас оператор взял ракурс переднего колеса надо было оба ну или как минимум заднего я в архиве порылся и есть куча большая примеров но я самый такой наглядный покажу так чтобы два колеса сразу было видно так чтобы было понимание как правильно проверяется халдекс а то что с халдексом у этого автомобиля все классно тут я вам обещаю и в принципе даже письменно подписался и бампер красился но нет во всем этом ремонте мне не нравится вот этот вот момент то что оно уже пошло коррогировать а так то в общем то даже еще совершенно и неплохо стойки стабилизатора меню причем вот недавно ну ладно резины уже почти не осталось колодок колодки тоже уже ну это все расходники на это мало не обращается внимание здесь надо просто предупредить человека бордюрная болезнь превышение скоростного режима вот сразу можно видеть кто где нарушал нарушил скоростной режим оторвался подкрылок протерся но это так больше стек хорошо здесь не течет там не течет тут хорошо пыльники сейчас посмотрим вот то что у нее коррозия уже начинается вот это конечно минус ну это типа тупо самое начало здесь был отбойник он умер здесь должно быть удивление на глазах как это тут ничего не течет что-то херня какая-то ну нормальный колхоз что-то зато мы понимаем точно что ну не оторвется а это сергей викторович сухой но из-за того что машина как минимум обслуживание было выбаст они не используете да я понял до кого что по саленблокам блин надо что-то найти есть люфт вот здесь на переднем этом шрусе кардана но отбойники задние это вот как раз тот случай когда если бы в нашем государстве все было хорошо то вот это как раз тот случай когда человеку можно верить на слово и состоянии неплохой единственное что единственный минус это то что она уже начинает коррозировать эти вот все вещи пока она только началась его бы куда-то загнать записка строить и чем-нибудь типа сикой обработать вот так чтобы с кислотным грунтом вот так чтобы навсегда это будет не навсегда но как минимум на ваш век это точно хватит что вы там на масса ремень блин что тут 30 тысяч назад ремень менялся блин я посмотри на этот ремень я бы не сказал ваш ум 30 я не могу сказать что ремень гоира менялся но он не растресканный ну ну и растрескан но я бы поменял бы не ждал да то есть тут же мысли в чем вот экономить на таких вещах когда одно дело когда вы точно уверены что у меня хотя в данном случае взвешивать все все факторы но опять-таки ремень же не вы меняли да я бы этому не верил цена ошибки слишком велика поэтому я так выиграл 200 долларов когда заказчик приехал с николаева и он сказал что у меня ли здесь в мосту масло то есть как бы везде то есть бал документы мне поставил у меня на прошлой неделе с 200 кукурузер в сентябре за в конце сентября замена всех тормозных колодок по диску осмотрим там об эти диски по вот еще чуть-чуть и можно порезаться короче машина классная а единственное что из рекомендации я рекомендую менять грм потому что написано что он менялся 30 тысяч назад но вопрос менялся ли он формате того что заменена дверь задняя правая по документам везде что по официальной базе прошло что она помененная что в страховой истории написано что она заменена по факту дверь отремонтирована не заменена так вот вопрос кремням у меня остается открытой очень неплохо вот какому-то шрусу сейчас посмотрим скоро будет все хотя люфта у него нету слышите вот этот хруст это если либо правый либо левый но это наружный причем одна сторона 2 нормально у у нашего славы только что возник вопрос что такое шрус и если не знает он то не знают тысячи других людей объясняя шрус это аббревиатура аббревиатура это шрус шарнир равных угловых скоростей это сейчас попробую объяснить это такая палка которая крутит переднее колесо передние задние если машина передний привод на эту передние если задние то задние с одной стороны стоит один шрус с другой стороны стоит другой соединяет их палка так вот если этот шрус выходит из строя на xc60 отдельно он есть только китайский он есть такой дешманский откровенное говно так отдельно он не продается он продается только в сборе и вот это вот сборе стоит порядка 700 долларов а если рассматривать бушный то бушный где-то в районе 250 300 это если повезет если вы найдете на разборке поэтому вот это аргументированный предмет для торга как-то вот такой от обещанной паровозной тяги у дизеля как-то ее нету здесь но здесь в принципе адаптивная коробка но переключается классно мне нравится коробка в этот самый перегревов не отхватывала здесь сам теплообменник чистый сухой с него ничего не вытекает не вываливается прецеденты ну вот сейчас еще шрус ему добавим вопрос цены не более 21 900 мы не продавили но 22 эту машину сделали хотя у него очень стойкое ощущение было сделать на 500 долларов больше и вот ну вот никак не хотел но аргументы все равно опытный парень хороший кстати вот телефон этого парня я себе взял потому что вот порядочных людей встретить на дороге да или принципе в жизни многого стоит это что он все честно рассказал правильно вот меня это порадовало еще зайдете мы карту напишем либо же завтра я ее сфотографируя дам в этот в чате увидите сразу рекомендационный лист чего здесь поменять заменить машина очень неплохая есть мне легкие недостатки на этих недостатках сбили практически тысячи долларов хотя максимально парень уже потом без камер общались во первых он говорит у меня удивление что вы пропустили эту машину ведь я видел ваш канал я заезжал сюда со стопроцентной уверенности что мне сейчас завернут мою машину в принципе потому что машина говно и всякое такое только потому что там украшенной двери ребят еще расскажу я ничего против не имею качественного ремонта просто то количество ремонта которое мы видим она бывает она то что бывает факт есть того что большинство автомобилей сделанных в украине она некачественная здесь ремонт был произведен хрен знает когда шпатлевка не просела есть моменты она выпадает из цвета дверь задней одного цвета передняя другого крыло вообще пошло куда-то в лес гулять это если брать в оттенках белого цвета но если смотреть в белый в целом она вся в цвете и сделана она действительно хорошо есть свои погрешности на эти погрешности было сброшено практически да не практически машина стоила 23 забираемые за 22 тысячу долларов минус много это или мало судить вам но я был уверен это что уверен я знаю что вот 21 900 ее можно было забрать но парень который покупал автомобиль покупатель он уже говорит так стоп не надо уже дальше наглеть хотя я на самом деле не могу не наглел наглел это когда начинаем с 18 и доходим максимум до 20 обязательно поменять в муфте haldex пока она отрабатывает полностью вот в ней надо поменять масло возможно это дело меняли но с учетом того что в истории написано что он даже и радиаторы на официале мыл и колеса менял и развал каждый раз делал а жидкость в халдексе не менял то я понимаю что ее нужно будет точно поменять потому что то что она работает сейчас это еще не факт что это надолго потом левый шрус он еще не кончился но на полном вывороте руля там слышен характерный хруст поэтому еще один момент что-то там еще отбойник задний левый но меняются они в паре это 12 копеечная история ладно не буду затягивать вот сегодняшний выбор лично для меня знаменательный тем что слова благодарности человека от того что он получил больше чем он ожидал я вам пишу я не признателен я не рассчитывал на такую цену это супер классно ну то есть вы уже сегодня я что-то покачиваю не я так понимаю что осмотр одной машины Я сильно доволен. Спасибо вам большое. В любом случае, я надеюсь, что это все завершится сделкой и все. Пока все отлично. Для меня были лучшим сюрпризом, потому что вот эти вот горящие глаза от того полученного результата, который достиг человек, для меня это большая оценка. И да, информация для тех, кто не знает про автошколу. Мы хотим открыть в Украине школу автоподбора, назовем это так, назовем своими именами. Это то место, где мы обучим, научим простых технически образованных людей. Простых, извините, ребята, не получится. Вот у нас там заходят типа физик-ядерщик, домохозяйки, я хочу быть в автоподборе, ребята нет. Пройдут далеко не все к нам на обучение, потому что в этом нет смысла. Я не за то, чтобы там срубить бабла или что-то еще. Я за идею. Сама идея заключается в том, что вот сейчас, чтобы качественно подготовить весь этот курс, у нас есть легкие затыки. Мы должны были стартануть до 20 ноября. Если мы этого не делаем, то мы понимаем, что мы затягиваемся уже в новогоднюю историю. В новогоднюю историю люди будут где-то там пропадать, бухать, резать салат и никакого результата не будет. А я сторонник за результат. Поэтому я думаю, старт школы все-таки будет уже в начале следующего года. Потому что в этом году нам государственные учреждения, где мы должны будем все это дело делать, они нас еще не проверили юридически. Они запросили только официального времени 2 недели для проверки нашей истории. Так вот, наша история по официальным данным еще не проверена, хотя мы работаем в белую. Вот все сотрудники, которые у нас есть, они все работают на зарплатах, все в белую. Не оформленных людей у нас нет. Вот таким был незатейливым этот выпуск. Он был спонтанным, он был случайным. Большое всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи на дороге. Всем пока-пока. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Спасибо, что досмотрели. А нам еще дофига и так видео делать. Спасибо.